Аев – самая крайняя восточная точка Аскизского района до райцентра около 80 километров. Пазик последние годы ходил два раза в неделю – в пятницу и понедельник. Сельчане к такому графику приспособились – утром в Аскиз, вечером обратно. Умудрялись даже с таким графиком лечиться в райбольнице. В понедельник сдавали анализы, а в пятницу на прием. Но с октября 70 жителей этого небольшого ААЛа остались без автобусного сообщения. В автобус не ходит. В больницу надо съездить. По делам, в сельсовет. Не можем выехать. У меня маленький ребенок. И в больницу мне некуда. Чтобы попасть в Аскиз с жителем Аева, надо договариваться с односельчанами, имеющими свою машину. Есть еще один вариант – идти пешком до трассы Бакансорск – это 5 километров. Причем надо подгадать к автобусу, который проходит мимо около 8 утра. И уже оттуда добираться на маршрутке до Аскиза. Таким же способом и назад. Получается накладно и хлопотно. В Абакан приехать – это 200 рублей заплатить. Оттуда с Абакана до Аскиза 200 рублей заплатить. И вернуться таким же образом сюда. Жители много раз обращались в полонкольский сельсовет. Его глава переадресовала жалобы в район. Оттуда накануне Нового года получили такой ответ. В связи с недостатком финансирования, автобус пока не будет ходить. При появлении финансов будет автобус. Мы-то надеялись, что автобус пойдет с Нового года, но уже и конец января, и автобус не ходит. Люди согласились даже на отмену льготного проезда, готовы платить полностью. Поэтому главы двух поселений, через которые проходил маршрут, подготовили новое обращение к районным властям с просьбой возобновить движение автобусов на коммерческой основе. Но как нам удалось выяснить у руководства предприятия-перевозчика, пассажир автотранс это не решит проблему. Рейсы Пазиков в таки отдаленные села заведомо убыточны. По 2014 году районный бюджет компенсировал предприятию около 6 миллионов рублей на 10 рейсов. Из-за недостатка средств в бюджете все рейсы отменили в октябре 2015-го. Перевозчики предлагают другой вариант – приобрести микроавтобусы, у них расход топлива вдвое меньше, и тогда запустить коммерческие маршруты станет реальным. Виктор Лушников, Станислав Колченаев, Вести Хакасия.